Здравствуйте! С вами православный миссионер и катехизатор Алексей Волков и библейский портал exeget.ru. Сегодня я расскажу о Великом Посте, а также о том, почему его называют Великим. Тема этого видео – 10 величий Великого Поста. Итак, величие номер один – продолжительность. Великий Пост – самый продолжительный из всех многодневных церковных постов. Правда, в начале лета иногда Петров пост может быть весьма продолжительным, но такой бывает нечасто. Великий же пост всегда длится 7 недель вместе со Страстной Седмицей. А если принимать во внимание подготовительные к посту Седмицы, последние из которых – сырная или масличная – тоже отчасти постная, то продолжительность поста увеличивается. Величие номер два – строгость. Великий Пост самый строгий из всех многодневных церковных постов. Правда, в конце лета, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, установлен пост, который не менее строг, чем Великий. Но в силу непродолжительности Успенского Поста всего две недели эта строгость не особо ощущается. В течение всего Великого Поста мы воздерживаемся от всех продуктов нерастительного происхождения. Послабление на рыбу допускается только на праздник Благовещения и входа Господня в Иерусалим, а в Лазареву Субботу днем ранее – на рыбную икру. Но строгость поста всегда нужно соизмерять с нашими возможностями. Если по состоянию здоровья, возраста или условий жизни человек не может так строго поститься, то ничего страшного не будет в том, если он будет делать некоторые послабления на рыбку или молочные продукты. Ибо самое главное в Великом Посте – это не воздержание от пищи, а то, что происходит в храмах на богослужении. Величие номер три. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Его не просто так называют великим. Он велик по своей продолжительности, он велик по глубине мыслей, которые в нем содержатся, он велик по силе воздействия на наши души. Поэтому в самом начале поста на Великом Повечерии понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы он читается во всех православных храмах по частям. В понедельник одна часть, во вторник другая, в среду третья, в четверг четвертая. А на утренний четверга пятой седмицы Великого Поста он читается весь целиком. Все содержание этого канона направлено на то, чтобы мы изменили свою жизнь, перестали грешить и начали жить добродетельно. Поэтому его и называют покаянным каноном, ибо покаяние в этом и заключается. Величие номер четыре. Воздержание от служения полной литургии в будние дни. Пост – это всегда воздержание. Воздержание от чего? Иногда говорят, что в пост нельзя грешить. Так и хочется спросить, а когда пост закончится, уже можно? Нет. Воздерживаться от греха нужно всегда. Правда, не всегда это получается. Во время поста мы воздерживаемся от чего-то нужного и хорошего, например, от питательной пищи, чтобы натренировать нашу волю. Приучить ее к тому, чтобы хотеть то, что полезно и спасительно, и не хотеть того, что не полезно и не спасительно. Так вот, великость Великого Поста в том, что мы, проходя его поприще, воздерживаемся от самого драгоценного, что у нас есть. От служения полной литургии. Правда, только в будние дни. Единственное исключение – это когда на будний постный день приходится великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Ради него служатся литургии святителя Иоанна Златоуста. Величие номер пять. Литургия прежде освященных даров. Собственно, это не литургия, а вечерняя. Но на ней можно причаститься тело и крови Иисуса Христа. Поэтому она называется литургией. Святые дары для нее заготавливают на предыдущей воскресной литургии. В древности существовала практика, что некоторые христиане, преимущественно отшельники, жившие в пустыне, брали с собой святые дары, чтобы причащаться самостоятельно. Но уже в шестом веке от этой практики отказались и стали причащать в храме только из рук духовенства. Поскольку пост – это духовное поприще, прохождение которого немыслимо без регулярного причастия, то если человек не смог причаститься в субботу или воскресенье, у него есть возможность причаститься в будний день на литургии прежде освященных даров. Или иначе, литургия святителя Григория Двоеслова, ее автора. Правда, служится она не каждый день, а только по средам и пятницам, а также в некоторые другие будние дни поста. Величие номер 6. Литургия святителя Василия Великого. Она служится всего десять раз в году, из них семь приходится на Великий пост. С первое по пятое воскресенье Великого поста, а также Великий четверг и Великую субботу Страстной Седмицы. Святитель Василий Великий жил в четвертом веке между двумя вселенскими соборами – первым и вторым. Он был участником жарких споров о троичности лиц божества, в которых, используя всю мощь своего интеллекта и красноречия, отстаивал православное вероучение. Он же стал автором замечательной литургии, носящей его имя. Внешне она мало чем отличается от обычной литургии святителя Анны Златоуста, которая, как правило, служится в другие дни. Ее молитвы более продолжительные, и когда священник их читает в алтаре, хор поет песнопение более протяжно, неспешно, велиегласно. Величие номер семь. Марии Настояние. Это народное название утренней, совершаемой в четверг, пятой седмицы Великого поста. Чаще всего она совершается накануне в среду, вечером, чтобы те, кто днем работает или учится, могли на ней помолиться. На ней читается великий покаянный канон святого Андрея Критского полностью, а также читается житие святой Марии Египетской, поэтому эта служба очень продолжительная. Но она очень важна, ибо помимо молитв канона святого Андрея Критского, ориентирующих нас на подлинное покаяние, она еще и показывает нам образец этого покаяния на примере жизни святой Марии. Когда-то она была великой блудницей, но из любопытства решила побывать на празднике воздвижения Креста Господня в Иерусалиме. Соприкосновение со святыней полностью изменило ее жизнь, и она стала великой святой. Величие номер восемь. Молитва преподобного Ефрема Сирина — главная молитва Великого поста, которую во время поста постоянно произносит священник во время богослужения земными поклонами, и которую обычно во время поста присоединяет верной к своим повседневным утренним и вечерним молитвенным правилам, чтобы ее смысл глубже проникал в наши сердца, преображая их. Звучит она вот как. «Господи и владыка живота моего, дух праздности и уныния, любоначалия и празднословия не дашь дми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любве, даруй ми рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоб благословен еси во веки веков. Аминь». Я думаю, что что-то пояснять в ней не нужно, ибо все понятно даже на церковнославянском языке. Величие номер 9. Великий господский двунадесятый праздник – вход Господень в Иерусалим. В народе его часто называют «вербное воскресенье», так как накануне вечером на всеношной этого праздника совершается обряд освящения вербы. Этот праздник установлен за неделю до Пасхи и напоминает нам, как жители Иерусалима встречали Иисуса Христа во время его последнего посещения Святого Града. Как и мы сейчас радуемся, приходя в храм с веточками вербы, так и жители Иерусалима радовались тому, что обещанный древними пророками Мессия наконец-то явился им. Мессия или по-гречески «Христос» буквально на русский язык переводится как «помазанник». Считалось, что это будет великий царь, который свои божественные силы изгонит этих проклятых оккупантов римлян с их земли, установит свое царство Мессии, где им, евреям, заживется хорошо. Но пройдет всего несколько дней, и они поймут, что царство его не от мира сего. Это не политическое устройство с жесткой вертикалью власти. Это царство любви, свободы и благодати. Не такого они хотели себе царя. И поэтому уже спустя несколько дней в массе своей те же люди будут требовать от римской власти суровый приговор для Иисуса Христа. Да будет распят! Величие номер десять. Страстная седмица. Каждый ее день называется великим, потому что по своему величию каждый из последних дней жизни Иисуса Христа, который церковь переживает в этот период Великого Поста, равен тысячелетию всемирной истории. Враги Иисуса давно уже замыслили его убить, но его торжественный въезд спутал им все планы. Просто схватить и арестовать его уже невозможно, ибо это чревато бунтом. Зная, что настроения толпы непостоянны, они решили выждать. А Иисус словно нарочно дает повод за поводом для ненависти к себе. Он изгоняет торговцев из храма. В спорах с законниками он явно не стремится им что-то доказать. Не доказывать свою правоту он прибыл сюда, а умирать. В среду Иуда уже получил свои 30 серебряников за то, что укажет место, где Иисуса можно арестовать без лишней огласки. В пятницу он был арестован, подвергнут бичеванию и распят на кресте. Казалось, история христианства на этом закончилась. Но то, что мы сейчас на Страстной Седмице стоим в храме и вместе со Спасителем проживаем последние дни его земного странствия, свидетельствует об обратном. Он воскрес, потому что не мог не воскреснуть. Он воскрес и наполнил Вселенную божественной радостью. Он воскрес и положил начало тотальному преображению мира. Помощи Божией вам в прохождении поприща Великого Поста и встречи Пасхи Христовой. Дорогие друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите свои комментарии, делайте репосты, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал библейского портала экзегет.ру, ссылочка на него внизу в описании к этому видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы к вам приходили оповещения о новых видео. Храни вас Бог!